МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О продаже модель Ку-5. Это локомотив внедорожной линейки Ауди, поэтому ездовая презентация проходит в Мексике. Не Абагде, а в жемчужине курортного отдыха Лос-Кабос. Это международная тестовая компания своего рода триумф марки Ауди. Из-за постоянно прогрессирующей конкуренции ставки чрезвычайно высоки, однако у немцев нет поводов для беспокойства. Да, с точки зрения дизайна глобальной революции пока не свершилась, но и бегло не отличить новые поколения от старого практически невозможно. Автомобиль подрос по всем основным размерам. Добавилось место на галерке и в багажнике, появились новые линейка моторов, коробка передач, полноприводная трансмиссия, системы безопасности и электронные помощники. После начала движения сразу же отмечаешь потрясающую шумоизоляцию. Невидимую оболочку тишины в салоне способен прорвать лишь приятный рокот мотора в зоне максимальных оборотов. Под капотом двухлитровая турбированная бензиновая четверка мощностью 249 лошадиных сил и сочетается она с автоматической семиступенчатой коробкой передач S-Tronic. Очень шустрый тандем, позволяющий ездить с огоньком. В основе ходовой части пневмоподвеска. Она имеет два независимых режима, комфортный и динамичный. Также есть пять положений изменения высоты кузова и семь режимов движения, при которых изменяются настройки электроусилителя, коробки передач и двигателя. Но даже в режиме динамика Audi Q5 остается максимально мягким автомобилем по части хода. Движение без потери комфорта традиционно в числе приоритетных задач, стоящих перед разработчиками, с которыми они вновь справились отменно. Mark Audi одна из самых высокотехнологичных автомобильных компаний на сегодняшний день. И с этой точки зрения Q5, конечно же, на высоте. Но я не могу сказать, что этот SUV наделен какой-то исключительностью на фоне своих премиальных одноклассников. Другое дело, что, конечно же, у этого автомобиля есть свой особенный неповторимый характер. И что мне нравится, он не просто комфортен для повседневной эксплуатации, он живой, в нем есть только спорта, и это очень ценно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!